Игорь Александрович, сейчас все говорят об омикроне. ВОЗ утверждает то, что более половины европейцев в этом году переболеют омикроном. Стоит ли доверять этим данным? И мы все-таки тоже живем в Европе. Ну, прежде всего, хочется сказать о том, что мутации, которые вот несколько изменяют вирус, это его приспособительная реакция, если хотите, это способ его существования в природе. И вот те значимые изменения, которые приводят к изменению неких важных для нас свойств вируса, которые позволяют ему быстрее распространяться, захватывать где-то большее количество людей, вот использовать, так сказать, их как определенную биологическую нишу существования для себя. Вот этот процесс, он, конечно, в общем-то, естественен и двухсторонний. Но этот процесс, это такая эволюция вируса просто сама по себе идет? Да, конечно, это эволюционный процесс. Или это ответ на нашу борьбу с ним? Вы знаете, наша борьба, кстати, и вакцинация, она в значительной степени тоже определяет очень многие вещи, которые касаются тех вызовов, которые встают перед вирусной инфекцией. Это, в общем, совершенно понятно. Вот. И где-то лимитирует вот именно его возможности по распространению. Это нельзя не учитывать, с одной стороны. С другой стороны, это абсолютно естественный процесс вируса, и в сущность его. Заключается, вы знаете, я очень люблю вспоминать фразу Михаила Афанасьевича Булгакова, который, помните, вот Воланд Варьете, который сказал замечательную вещь москвичей, в данном случае не москвичей, а все живое, испортил квартирный вопрос. И может быть не столько квартирный, сколько вопрос занятия биологической ниши. Вот это действительно характерно для всего живого, в том числе и для вирусных частиц, которые ищут для себя, вот видите, новых хозяев, новые биологические возможности своего распространения. И, конечно, на это эволюционно направлены его мутации, генетические изменения, которым он в значительной мере подвержен. Когда-то вы говорили, что где-то в начале 2000-х то, что сейчас мы имеем, коронавирус, в свое время ученые просто просмотрели, когда были вспышки птичьего гриппа, свиного гриппа. Думаю, жизнь не опровергла это, в общем-то, утверждение. Оно есть и звучит оно примерно так, что если дается какой-то вызов, вот, а заметьте, это слово челленджи с вызовы, очень любит англоязычная литература в разных ракурсах, оно стало популярен в 21 веке. Так вот, если загибать пальцы, то вот эти вот самые вызовы, с которыми человечество встретилось, оно началось с 2002-2003-2004 года, когда это был SARS, тяжелый респираторный синдром остро-развивающийся, с очень высокой летальностью, летальность была до 10%, все это возникло в Китае. То есть, впервые, долгое время, кстати сказать, не выражались достаточно четко, не определяли, какой вирус вот именно вызвал это тяжелое заболевание с высокой летальностью. Вот, оказалось, это коронавирус. Это было, в общем-то, удивительно и долгое время... Но тогда это слово «коронавирус» слух не произносили. Начали произносить уже, когда разобрались. А вначале, вы совершенно правы, нет. Потому что коронавирус воспринимался с 60-х годов как инфекция человека, которая вызывает обыкновенную острую респираторно-вирусную инфекцию без вовлечения легких. А это оказалось тяжелая воздушно-капельная пневмония. Но это забылось. Инфекция ушла. Вот. И тогда возник первый звоночек, а что делать. Вот. И совершенно правильные были сделаны выводы о том, что необходимо лекарство против этой инфекции и необходима вакцинация. Но это реализовано не было. Второй звоночек был в 2012 году, а потом в 2015. Я не буду на деталях останавливаться. Это был ближневосточный вирус с еще более высокой летальностью. И опять же, два этих ключевых момента было пропущено. А вот если так действительно позагибать пальцы... Вот 2002... Если бы тогда серьезнее отнеслись... Если бы тогда более ответственно отнеслись технологических, то мы бы были готовы к тому, чтобы вакцинацию иметь... А это большое достижение, когда ее получили достаточно быстро. Я хочу подчеркнуть, что наработки принципиальные в отношении вакцин были проведены значительно раньше. То есть оттолкнулись от наработок, от того, что было сделано. То есть именно поэтому так быстро и появилась вакцинация? Конечно, конечно, конечно. Что-то на чем-то базируется. Мы говорим о том, что векторные вакцины, вот которыми мы вакцинируемся, они как бы возникли достаточно быстро. И первая в мире вакцина действительно была в институте Гамалея зарегистрирована. Но вопрос-то заключается в том, что сам вектор был подготовлен значительно раньше. И уже еще очередным вызовом... Вот мы никак не можем посчитать, сколько же этих было вызов. Я хочу сказать, что вот 2002-2003, год вирусная инфекция. Затем были вопросы, связанные с птичьим гриппом. Вот мое поколение врачей это прекрасно помнит, когда начали, в общем-то, говорить про Ваш-5Н1 с высокой летальностью. Затем был пандемический грипп. Мы помним 2009 год. Во всяком случае, еще раз хочу сказать, моему поколению врачей он очень хорошо запомнился. Вот. Затем это появление еще одной разновидности вируса, так назовем ее, А7Н9. Затем это вот МЭРС, о котором идет речь. Ну, последовательность здесь, может быть, по годам несколько наружен, но не суть важна. Лихорадка ЗИКа, лихорадка Эбола и вот САРС-2. Посмотрите, вот так легко мы насчитали 8 вызовов. Оказывается, это вызовы идут со стороны вирусной инфекции. И поэтому, конечно, вот те основные глобальные проблемы, которые не касаются неких социологических факторов, прежде всего, вот он, вот он виновник в разных формах существования вирусной инфекции. Разные виды, конечно, совершенно не похожи друг на друга, но то, что получились коронавирусные инфекции, это серьезно, это воздушно-капельная инфекция. Ну, как бы то ни было, да, сейчас имеем то, что имеем, да, а имеем как раз-таки омикрон, с которым мы начали разговор. Говорят, что ему больше подвержены дети. Говорят, что он легче переносится, но более заразный. Где главная правда про омикрон? Вот практически то, что вы перечислили сейчас, это, наверное, наиболее значимые моменты, касающиеся омикрона. Значит, во-первых, вирусы да ищут новые контингенты. И вирус помолодел дельта, и помолодел вирус, конечно, омикрон. Это, понятное дело, то есть захватить какие-то моменты, новые контингенты. Чем это достигается? Вы знаете, достигается, как правило, контагиозности. То есть той еще и вирусной массой, то есть количеством вируса, который располагается, имеется в верхних дыхательных путях. Оно больше, вирус распространяется быстрее, он более заразителен. Это правда. С другой стороны, вирусу надо закрепляться в тех локусах, в которые он попал. То есть, другими словами, где-то на определенном уровне, вот его свойства, которые мы называем вирулентностью, то есть которые в результате определяют тяжесть, несколько меньше. Вы посмотрите, когда разговор идет уже о врачах нашей специальности, с какими потоками мы можем столкнуться, то если будет больше пациентов и даже если меньше тяжесть, то все равно достаточно серьезно надо относиться к происходящему в настоящее время. И поэтому сейчас, вот мои уважаемые коллеги, на этой неделе и раньше они разъезжаются по регионам, обсуждают с нашими коллегами на местах необходимые мероприятия в отношении подготовки, именно в том числе стационара к возможному увеличению заболевания. Если в целом говорить, на обывательском уровне, уж позвольте, получается, что вирус, тот, с которым мы столкнулись, сколько уже прошло времени? Ну, два года будем считать, как-то. Два года с лишним. 27-28 февраля 2021 года. Все-таки в целом становится менее опасным, как мне кажется, или нет? Ну, вы знаете, все мы этого ждем. Но те публикации и те разговоры о том, что вирус этот является чуть не атенуированной вакциной, это скорее наше желание, чем вот объективная подтвержденная реальность. Дело в том, что тяжелые формы есть и при омикроне, и заболевания этого необходимо остерегаться, соблюдать обязательно меры предосторожности. Я еще раз назову эти меры предосторожности. Вот. Это, во-первых, дистанцирование. Я бы поставил его на первое место. Ну, не я, а его ставят на первое место. Это очень важно. Вот. И очень хорошая ВОЗовская, одна из ВОЗовских таких рекомендаций, она очень хорошо была сформулирована в одном из рекомендаций, в том случае, когда нет возможности дистанцирования достаточного, вот, тогда следует одевать маски, просто носить, понимая, что в большей степени вот эта вот капельная взвесь остается в маске у того человека, который выделяет, предположительно, вирус, и она более защищает окружающих. Но это называется ответственность перед обществом. Это то, чему надо стремиться, к большому счету, и ощущать ее, и понимать, что... Игорь Александрович, смотрите, те правила и те рекомендации, которые, собственно, были в самом начале, они никак не поменялись, по большому счету. Они остаются прежними. Мы уже упомянули о том, что именно помолодел вирус, и сегодня дети уже тоже в зоне риска. Если помните, в самом начале. Появление этой болезни мы говорили о том, что это люди пожилые, с болезнями и так далее, и так далее. То есть сейчас... Вы знаете, я хотел бы сказать вот о чем. Дело в том, что вопросы, связанные с пожилыми людьми, никак не становятся менее актуальными при омикроне. Тут нужно хорошо понимать, что контингенты риска тяжелого течения заболевания остаются прежними. У детей больше клинических форм описывается в настоящее время. Но здесь ухо необходимо держать востро, совершенно понятно, что даже тяжелое заболевание у одного ребенка, вот это уже воспринимается нами, людьми, я имею в виду не только врачами, а всеми абсолютно, как, в общем-то, очень и очень серьезная ситуация. Поэтому здесь, конечно, необходимо держать ухо востро, вот, и принимать соответствующие ситуации, меры для того, чтобы, конечно, минимизировать количество детей, вовлеченных в процесс. Без лабораторного анализа можно ли вот на глаз определить, у вашего ребенка, скорее всего, вирус, микрон? Вы знаете... Либо же он просто где-то подстыл, там, промочен. Сейчас, в настоящее время, вот, во всяком случае, на те данные, которые были на прошлую неделю, у нас были и грипп, мы переживали подъем гриппозной инфекции, он был в декабре месяце. Вот, но мне очень понравилось, как написал один из наших американских коллег, что у нас необычное количество, необычная ситуация, когда у нас сейчас есть и грипп, коронавирус, и другие вирусы. Вот, в настоящее время, конечно, поэтому всегда нужно ориентироваться на самочувствие, на состояние ребенка, вот, ну и, конечно, ни в коем случае не избегать лабораторных исследований. Они уточняют природу заболевания, потому что все это острые, часто респираторные заболевания, имеющие достаточно сходную клиническую картину. Но тогда, когда вирус занимает доминирующую позицию, давайте вспомним слово пандемия, когда имеется клиническая картина, мы, прежде всего, конечно, думаем про коронавирус в этом случае. Ну, и когда думаем про коронавирус в последнее время, да и не только в последнее, наверное, мы все-таки больше думаем и о вакцинации. Насколько это важно по сей день? Знаете, это важно. Во-первых, я хочу сказать, что вакцинация очень неплохо, или лучше даже сказать хорошо, показала себя как метод, вот хочу подчеркнуть, профилактики тяжелых форм заболевания при достаточно тяжелом дельтавирусе. Дельтавирус отличался большим количеством вот этой самой вирусной массы, вот, и достаточно тяжелым течением по сравнению с предыдущими формами. То есть, переводя на более простой язык, те, кто были вакцинированы, переносили легче? Да, однозначно. Что пишут сейчас про микрон, те страны, которые с ним тесно столкнулись? Нужно помнить про контингенты риска, и прежде всего, вот вопрос так называемого, как у нас говорят, ревакцинации, а наши уважаемые коллеги предпочитают термин бустерирования, это небольшая, это определенная разница в них есть, но, тем не менее, суть примерно одна, то есть, дополнительная ревакцинация, вот, она целесообразна, целесообразна, вот, для того, чтобы поддержать иммунитет в нужной форме, вот, для дальнейших контактов, возможных контактов с коронавирусной инфекцией. Это правильная дорога. Есть мнение, что иммунная система человека очень перегружается, когда, допустим, раз вакцина, потом через достаточно короткий период времени вторая вакцина. Ревакцинация значительно менее опасна, чем встретить без нее вирус, вот, имея факторы риска, вот так скажем. Вот, поэтому, поэтому примерно так. Мнения существуют разные о некой побочке про вакцинацию. С моей точки зрения, это моя точка зрения, они в значительной мере преувеличены. А ваш личный опыт о чем говорит? Ну, мой личный опыт говорит, что я, например, ревакцинирован, семья у меня ревакцинирована, потому что... Кто первая в вашей семье получил вакцину? Моя супруга, она была первой, я болел, вот, она вакцинировалась тогда еще, это было начало 20-го года самое, вот. Потом я примерно через полтора месяца после этого, так сказать, вакцинировался. Тогда были рекомендации ждать полгода, я ревакцинировался сразу, вот, после того, как перенес инфекцию, вот это... Ну, и мы привили более пожилых родственников сразу же, вот, так же, как положено, людей пожилые, их ревакцинировали еще раз, вот, после этого. И мы тоже ревакцинировались. Но вы же дедушка. Да, дедушка. А внуки? Внуки нет, внуки пока не вакцинированы у меня. У нас сейчас идет вакцинация детей с 12 лет. Ну, я думаю, по мере наработки практических данных, вот этих вот, которые есть, конечно, этот возраст будет сдвигаться вниз и достаточно быстро. Ваш богатый опыт, профессиональный, да и жизненный тоже, что вам подсказывает изнутри, сколько мы будем с этим жить, или мы будем жить с этим уже всегда? Мой опыт подсказывал, что в 22-м году, к концу 22-го года мы будем иметь, так сказать, значительно меньше проблем, скажем так, с омикроном. Это он мне подсказывал, когда вот весной 20-го года мы столкнулись с ситуацией. Видимо, этот процесс будет длиться более долго. Вот, но я хочу сказать следующее. Сейчас в настоящее время появляется лекарство. Это в отношении лечения. Но в отношении вируса вы видите и его заинтересованность в том, чтобы каким-то образом приспособиться к своему хозяину, как это сделали многие другие вирусы. И сильно не мешать, да? Да, и сильно не мешать друг другу. Вот, и сосуществовать. Вот, конечно, такие мутации будут обязательно и будут направлены на именно вот для того, чтобы, как вы точно сказали, не мешать друг другу. Так должно быть. То есть будем мы с этим жить? Конечно, мы будем с этим жить. Коронавирусом мы и жили. Просто мы не замечали этого и никогда на нем не акцентировали внимание. Коронавирус, так сказать, воссиял вот в начале 21-го века, как инфекция, вызывающая серьезное поражение легких. Конечно, вирусы в человеческой популяции были и уходили. И очень много интересных данных. В настоящее время есть возможность отследить это, уточнить. И это огромный, вообще-то, прорыв вирусологический, который существует в конце 20-го, начало 21-го века. И в мире существует очень много серьезных школ, которые с этим работают. Ну, надо понимать, что, вы знаете, не надо запускать, не надо махать рукой. Вот, не надо надеяться на то, что обойдет, а надо принять разумные меры. Разумные меры. Ну, опять же, возвращаемся к чему? К дистанцированию, к вакцинации. К дистанцированию, к вакцинации, абсолютно. Понимаете, потому что, вот, извините, дельта вирусная инфекция у нас пошла под знаменем того, что, в общем, было очень много звонков каждому из врачей, который маломальски имел к этому отношение, а чаще всего те, кто лечили пациентов, с просьбами, пожилой родственник, помогите. Значит, ну, все понятно. Человеческая реакция абсолютно правильная, когда начинается забота о близком попавшем в беду и прочее. Вы знаете, уже коллеги, это однозначное мнение врачебного сообщества, вот, в том, что, когда уже не задавали вопрос, а мама вакцинирована или папа вакцинирован, нет, а почему? Да вот, не успели, собирались на следующей неделе. Ну, время-то есть, время есть. И поэтому, знаете, с начала 20-го года я всегда, или заканчиваю разговор, или обязательно говорю фразу, подумайте о своих контингентах риска, которые рядом с вами. Подумайте о пожилых людях, подумайте о стариках. Им огромное внимание. Ну, в отношении, в данном случае, да, но по-прежнему контингентом тяжелого течения остаются прежде всего пожилые контингенты и люди, имеющие соответствующие фоновые заболевания. Это общеизвестная вещь, и к ней нужно по-прежнему относиться. Не думать, что там, если стал моложе где-то контингент, то пожилые люди лишены, как-то легче это все. Нет, контингенты риска остаются прежними сейчас, в настоящее время. Вот это надо понимать. Игорь Александрович, вы народный врач Беларуси. Всего три человека в истории удоставились этого звания. В 21 веке вы первый человек, который получил это звание в Беларуси. Дорогие друзья, сегодня мы не только врушаем ордена и медали, но и присваиваем почетное звание «Народный врач Беларуси». Им стал профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов. И сейчас, во время эпидемии коронавируса, именно он возглавил работу по оказанию помощи пациентам. Непосредственно ездил по регионам, занимаясь самыми тяжелыми случаями, консультировал, помогал. Это яркий и достойнейший пример настоящего народного врача Беларуси. Для вас лично в этом звании чего больше? От какого венка больше? От Лаврового или от Тернового? Вы знаете, я хочу вот что сказать. Дело в том, что и Лавровый, и Терновый венок здесь, в данной ситуации, он принадлежит не столько и не столько мне. Это обобщенные звания. Дело в том, что, начиная от первой волны, заметьте, и сейчас, в четвертую, все медики Республики Беларусь, и не только врачи, честно, преданно выполняют ту работу, которую необходимо выполнять. Вот это и было отмечено. Поэтому, знаете, есть такие вещи, которые не даются индивидуально. Персона могла быть другая, любая, фактически. Но, тем не менее, так сошлись карты, извините, или так сошлась судьба, что это именно вот так. Но это вещь, которая действительно принадлежит нашим врачам. Они стали народными. И есть слово «надо», и это слово «надо» всегда является краеугольным, ключевым в данной работе. Вот и суди. А народности после этого, понимаете, персонафицированы. Она не персонафицирована, нет. Звание – да. Но вопрос заключается в том, что смысл вот этого награждения был именно такой. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы это слово прозвучало в данном контексте, потому что это справедливо. Ну, как бы то ни было, мы снимаем шляпу перед вами лично и перед вашими коллегами за то, что вы есть, за то, что вы делаете, за то, что будете продолжать делать. Лучше за перейдем русская медицина, и она того заслужила. Спасибо вам огромное. Спасибо всем вашим коллегам. И вам крепкого здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Дай Бог здоровья всем. Спасибо. Спасибо.